Значит, я приглашаю на сцену нашего спикера, который должен как раз успеть до обеда. Татьяна, поднимайтесь к нам, я сейчас отдам вам микрофон. В двух словах я представлю Татьяну. Татьяна занимается тем, что постоянно слушает чужие звонки. Я правильно говорю? Да, я подслушиваю все. Да, помните вот эту картинку с двумя ФСБшниками и на фоне там магнитофон? Это именно тот самый случай. И слушает она не из праздного интереса, а многие бы именно так делали, а слушает для того, чтобы из этого извлечь некую конструктивную пользу, которая помогла бы изменить формат общения продавцов или консультантов, или сотрудников компании, так, чтобы общение сотрудников и клиентов стало более конструктивным, более результативным, более полезным. Я сама расскажу. Все. Спасибо. Похлопаем. Татьяне. Я знаю, что вы торопитесь на обед. Я вымеряла свой тайминг ровно 25 минут, поэтому все должны успеть. В конце пойдем обязательно на обед. Мой доклад состоит из… Еще, пожалуйста, не уходите, тут и так мало народу. Если кто-то уйдет, это для меня будет прям вообще факап, потому что вы тут все технические, я чуть-чуть волнуюсь, потому что у меня вообще все не про техническое. И думаю, ну все, как так меня Сергей сюда зазвал. Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу некие такие показатели, незаезженные, как можно быстро контролить телефонные звонки. И во второй части я расскажу, ну вот вы нашли там где-то минусы. Тут Антон рассказывал про телефонные звонки, как делать так, чтобы менеджеры хорошо разговаривали. Когда вы нашли этот факап, как надо сказать менеджеру, либо сотруднику, чтобы он все это внедрил легко и радостно, чтобы он не хлопнул дверью. Вот как это все сделать? Меня зовут Татьяна Дуброва. Я раньше много лет занималась автосервисным бизнесом, была директором по развитию автосервиса. Потом я ушла в компанию, в несколько компаний по IP-телефонии. Внедряли IP-телефонию в разные компании. И сейчас я уже несколько лет работаю тем, что я обучаю автосервисы продавать по телефону. Я обучаю как маленькие 5 постов автосервисы, так и большие франшизные. Ну все вы, наверное, знаете какие. У всех есть, да, автомобили? У кого есть автомобили? Вот, вот. То есть я про живое, да, тут рассказываю. И большие франшизные автосервисы, либо автосервисы с большой дюжиной филиалов, филиалов, разговариваю по телефону. Кого именно я обучаю? Это мастеров-приемщиков, запчастистов и колл-центры. Мастеров-приемщиков я дольше обучаю. Я не мотивационный тренер. Я навыковая и очень такая чуть-чуть жесткая. То есть, ну, мотивационные, вы же знаете, вот эти Тони Робинсоны или кто еще, они там вот чем-то мотивируют. Я вообще ничем не мотивирую. Я просто сказала надо и все. И вот он полтора месяца вот это надо мне делает. Мастера-приемщики, ввиду того, что функционал у них большой, я обучаю полтора-два месяца. Запчастисты, колл-центры, ну, там очень быстро все месяц, и они уже готовы, чтобы увеличивать конверсию, прибыль, маржу и так далее. Эти показатели, которые вы все любите. Обучаю все только онлайн. И вообще для меня вот такой офлайн, когда приходишь сюда, для меня это такое, да, я всегда привыкла только онлайн, я все обучаю только онлайн, все франшизы, автосервисы и так далее. И выступаю на конференциях только онлайн, поэтому, ну, можно сказать, что я, кто тут говорил, что чуть-чуть социофоб, да, я. Это я тут все про себя рассказала. В общем, сейчас я занимаюсь самым любимым своим делом. Я люблю продажи, телефонию, автосервисы. И это все в одном месте соединилось. Итак, первый показатель, который я смотрю, это средняя длина разговора. Конечно, в каждой телефонии, вообще все автосервисы, они в разных телефониях. У кого там Яндекс, у кого, ну, вот, всякие разные у них, да, и у всех разный личный кабинет. Как правило, в личном кабинете есть средняя длина разговора. Да, вот. Ну, там я выверила о том, что средняя длина разговора для автосервиса – это 2,5 минуты. Ну, и вот смотрите, да, например, два одинаковых автосервиса, пять постов, одинаковое количество мастеров-приемщиков. Средняя длина разговора у одного минута 30, у второго 2,45. Это о чем-то говорит? О чем, если говорит? Ну, что-нибудь, кто плохо, кто хуже. Они одинаковые, возможно, города разные, посты одинаковые, мастера-приемщики одинаковые. А? Мы вообще пока результаты. Ну, что мы сразу в деньги лезем? Вот сначала это. Я сначала в деньги-то не лезу. Да. Ой, ну все хотят финал. До финала мы дойдем. Подождите. Ну, я просто… Смотрите, у нас узкая ниша, да, то есть я все к тому, что средняя длина разговора вообще ничего не значит. Даже вот в такой маленькой узкой ниши, когда пять постов и так далее. Почему? И у вас то же самое, это может ничего не значить. Потому что, например, в минуте, в 2,45 там нечаянно добавились услуги, например, по ремонту трансмиссии. И все, длина разговора увеличилась. В минуте 30 средняя длина разговора одного автосервиса. Там добавилась, например, диагностика ходовой части, где можно ее записать за меньше минуты. Все, средняя длина разговора ничего не значит. Это для чего я вам говорю? Я сразу перейду к выводу, к тому, что после конференции очень часто все потом мило встречаются и делятся некоторыми своими нормативными значениями. А какая у тебя средняя длина разговора? Ну, если мы про телефонию, да? А какая у тебя конверсия? Какая у тебя SL и так далее? Так вот, слушайте, ну не равняйтесь, равняйтесь только между собой. Вот друг на друга очень и очень трудно равняться. Ну и все-таки, как их контролировать? Среднюю длину, да, вот. Среднюю длину, когда я разговора знаю, я всегда делю разговоры на три группы. Да, например, первая группа – это те разговоры, которые меньше минуты. То есть за минуту я считаю, что записать клиента в автосервис нельзя, значит, он где-то совершает ошибку, и мне достаточно прослушать только пять звонков, чтобы понять, где автосервис либо колл-центр в этой группе допускают ошибку. Ошибка будет всегда у всех одинаковая. Вот если они допускают ошибку, хоть один мастер-приемщик, либо один из колл-центров, если они находятся в общей какой-то группе, в общей комнате, да, если один кто-то делает разговор неправильно, то, слушайте, получается, что неправильное начинают слизывать. То есть наоборот не получается. Если кто-то говорит один правильно, другая команда не будет это правильно транслировать. Понятно объяснила? Да? Вот. Дальше я слушаю, например, штук 10 разговоров, те, которые средняя длина, два с половиной минуты. Там уже, конечно, больше ошибок, то есть они, значит, больше говорят, но не делают самой конкретной записи, вообще к ней не подходят. И третье – это максимальное количество разговоров, например, больше пяти минут. Мне всегда интересно, что такое происходит, почему надо пять минут болтать с клиентом, и всегда я говорю, чем больше болтаешь, тем меньше у тебя будет результат. То есть пять минут тратит бизнес только на разговоры, но итога никакого нет. И вот когда я поделю группы, так проще контролировать. Возможно, вам это пригодится. Дальше я обязательно смотрю количество, сколько в день позвонили мы одному клиенту. То есть происходит, например, машину загнали на ремонт, и получается, что мастер-приемщик ему, например, может совершить пять звонков. Ну, тут мы у вас нашли колодки, ой, тут посмотрели, тут еще у нас диски и так далее. Вот главный тормозной. И это будет второй, третий звонок. А сколько это стоит? Подождите, я перезвоню. Я всегда говорю о том, что один исходящий звонок, и ты в нем все скажи. Иначе получается, что мастер-приемщик у меня тратит очень много времени на одного клиента, и потом он мне говорит о том, что он не успевает, успевает, у него нет времени и так далее. В общем, это главный показатель количества звонков в день одному клиенту. Но это в автосервисном бизнесе. Возможно, вам это пригодится. Третий показатель – это количество переведенных звонков. Если, например, у вас есть кул-центр, то мне всегда интересно, почему кул-центр должен обработать звонки. Он не должен их переводить на мастеров-приемщиков. По какой причине он их переводит? То есть вот эти звонки надо обязательно проконтролить. Что я там слушаю? Какой вопрос кул-центр не может решить, и он отвлекает этим вопросом мастера-приемщика? Тогда я должна написать скрипт кул-центру, для того, чтобы он решал самостоятельно. Мне надо сделать так, чтобы кул-центр не отвлекал мастера-приемщика. Иначе для чего он вообще нужен? Либо вторая вещь – это когда мастер-приемщик переводит постоянно куда-то звонки. И надо прослушать, куда. Да, возможно, это неправильно. Кто-то вот сделал ТЗ и неправильно настроил маршрутизацию. То есть самое простое – это всегда, кто последний за день взял звонок на того, и следующий в этот же день перевести звонок. Ну, в общем, какое-то правило самое простое, но почему-то в ТЗ вы его не прописываете. Я не знаю почему. Потом количество переведенных звонков очень много. Сами понимаете, что если даже на 30 секунд вас оторвать от работы, то получится, что все равно вы теряете около 5 минут, пока сосредоточишься, что делаешь и так далее. Иногда бывает, например, вот недавно в одном проекте, когда было очень много количества переведенных звонков на одного мастера-приемщика, он просто там вообще не мог ничего делать, кроме как отвечать. И когда я прослушала, оказалось, что большой трафик идет к нему звонков от заказных запчастей. То есть клиент заказал запчасти, и потом звонит и говорит, например, кого, когда пришли они. И он переводит на другого. То есть мы изменили маршрутизацию. И вот это все выясняется только при контроле. Звонки ночью и утром. Слушайте, я не сказала, чтобы я их очень сильно контролю. И очень трудно вообще эти звонки вычислить в какой-либо личном кабинете, в какой-либо телефонии, но все равно либо со службой поддержки, либо еще как-нибудь ты вычисляешь. Почему их очень трудно вычислить? Потому что, например, в 7 часов врубается верка о том, что мы не работаем, и все, уже звонки я не вижу, какие поступили. Они могут в телефонии не быть пропущенными, но иногда в некоторых городах, это вот в Питере у нас пятница является таким барным днем, так вот в автосервисе есть, например, понедельник и еще один день, который, когда звонки вечером и утром, ну, можно на них зарабатывать в одном, например, делать дежурного менеджера, он не принимает машины, он только их оформляет и говорит клиенту, когда приехать, отвечает на звонки. Ну, и пятый показатель, который, это если сотрудник, да, вот кто там, кто говорил, хочет, что колл-центр и так далее делать, Антон, да, он ушел, если сотрудник, который делает звонки, либо отвечает, он больше двухнедельного перерыва был там в отпуске, на больничном, забил, запил и так далее, да, ну, что-то такое, то его обязательно необходимо дальше контролить, смотреть его звонки. Почему? Потому что вот две недели — это такой срок, за который у них из памяти, ну, я так думаю, что у меня тоже из памяти это, ну, так что-то такое убирается, потому что я тут съездила в отпуск, на несколько недель приехала, и оказалось, что я невкусно варю кофе, то есть я забыла вот эту вот, сколько надо щепотку соли, ну, я все забыла. Ну, так и все мои люди, и они точно так же через две недели они забывают какие-то речевые фразы, что как правильно делать, и у меня есть один проект, где директор полностью цифровой, он понимает только цифры, он все полностью отцифровал, и у них есть прямо должностные обязанности, что если ты пропустил две недели на работе, то ты обязан там записаться к Татьяне на полчаса, для того, чтобы только после этого его выпускают на работу, чтобы она освежила в памяти. Если он проболел от 7 до 10 дней, то тогда его контролят звонки до обеда очень тщательно и дают обратку. Если все хорошо, ну, все, ему говорят, все хорошо больше. Если у него какие-то злопарки, то его опять контролят. Фидбэк. Есть, да, у нас еще время? Да? Про фидбэк. Смотрите, у меня целевая аудитория – это мужчины, да, и, как правило, им, мастера-приемщики им за 30, и всегда, на первых занятиях мне очень тяжело, потому что, наверное, не мне, а им очень тяжело, потому что эта девушка им начинает рассказывать, как продавать исконно мужские услуги, в которых они очень сильно понимают, и они не всегда этому прям радуются, да. И вот я написала вот эти 6 отношений со мной, что сначала они думают, о, опачки, сейчас посмеемся, да, и вот в конце, там, когда я включаю уже льва. На первом занятии, итак, на первом занятии для того, чтобы правильно выстроить фидбэк, я всегда говорю, выстроить надо сначала иерархию. Без иерархии, ну, вот никуда. Я не смогу там, что перед ними плясать, ну, пожалуйста, скажите вот так или так. Нет, я работаю чуть-чуть по жесткой схеме, да, полтора месяца. Ты делаешь так, как я говорю, и если будет результат, все внедряем. Если результата нет, я беру всю ответственность на себя, извини, все, будет твоя старая схема. Понятно, что старой схемы не будет, да, что тут все уже проверено. Вот, и если вдруг ребята там по какой-то причине говорят, что слушайте, да, я не хочу, вот то, что вы предлагаете, это какой-то бред, оно не будет работать, там, или еще что-нибудь. У меня есть такая табличка напечатанная, да, о том, что я поднимаю, там написано «Я лев». Это из-за анекдота. Он, наверное, сейчас чуть-чуть политический, я не буду его рассказывать, потому что там звери собрались для того, чтобы изменить конституцию. Слушайте, он до этого был нормальным, а вот тут недавно стал политическим, вот после вот этой фразы. И там вот лев ему все это дело помешал. Так вот, я вот выхожу с этой табличкой, что я лев, то есть иерархия, да, я всегда выстраиваю, иначе, ну, в общем, они съедят, да, и скажут, я не хочу это делать и так далее. Если помните, был такой мультик, помните шапку, он хотел шапку сшить, да, и потом приходил каждый день, а можно еще одну, можно еще одну, ну, там и так далее, там до 10, да. Так вот, иногда я тоже такой бываю, что разрешаю директорам делать наполнение группы, например, больше 10 человек. Я уже точно знаю, что больше 10 человек в одной группе я не выдержу, и они не выдержат, потому что если не давать каждому сотруднику, вот их 10, да, и если я только в 8 дала фидбэк обратный, что у тебя вот здесь неправильно, у тебя здесь, то вот эти два остальных сотрудника, которых я, ну, не обратила на их внимание, и тогда не только эти два сотрудника, но вся группа, да, поймет о том, что, блин, следующее занятие, может, меня не будут рассматривать, может, она не будет контролить, да, ну, и как-то вот все это дело снижается. Поэтому замеряйте просто, если у вас хватает времени на пятерых, не надо звать туда 7, да, иначе вообще полностью тогда группу, мы провалим все 7 человек. Считайте время. Время у меня, ну, я вот такая тоже цифровая, да, время, которое может выдержать группа на обучение, это час 10, час 20. Хорошо, максимум тренированный, час 30 могут выдержать. Больше нет, они плывут, не могут дальше ничего вспомнить. Ну, сами понимаете, час 30 мы на конференции можем, сейчас уже плывем. Что еще? Ну, еще хотела рассказать про… Тут тоже Антон говорил, все время Антона тут вспоминаю, вот, да, вы. Антон говорил про речевого бота, да, если это будет, это, конечно же, классно, но пока я еще играю вот в такие детсадовские игры, я вот тут показала, да. То есть у меня правило есть такое, что я никому не верю. Если мы с тобой проиграли звонок, например, с каким-то мастером-приемщиком, он мне там какие-то умные фразы накидал о том, что надо ему сделать выбор без выбора, там, что еще не там умное, я не выявил потребность, да, я говорю, окей, не выявил, играем этот звонок. Ну, вот что-то типа, да, я типа бот такая, да, и я играю с ним звонок. Ну, вот, да, вот тут они лечат, а я принимаю звонок от него. Вот, и именно вот эти ролевые игры, да, только так ролевые игры, да, дают некий результат. Так, что на первых пяти занятиях, этих ролевых играх с каждым, то есть ты проигрываешь с каждым звонок, а я вот так тебе скажу, я сейчас тебе сложного сыграю, как ты мне, почему ты это не сказал, вот так, да, я цепляюсь к словам. У нас есть список речевых глистов, как я их называю, да, о том, что там что-то нельзя говорить, что-то запрещенка у нас, да, там, например, там, что у нас ремешок, прокладочка и так далее. Вот это все у нас, да, речевые глисты, запрещенка, к сожалению. Ну, там много у меня очень список слов, да, как с этим совсем работать. И когда ты начинаешь проигрывать вот эти ролевые игры, только тогда вылазят все, ну, какие-то тараканы в голове. Что еще? Я очень быстро рассказала, потому что все тут торопятся, и я так быстро, да, быстрая скорость речи была. Что еще? Наверное, еще я что-то очень сильно хотела рассказать, но… Да, сейчас я вот прям самую концовку, да, что хотела в заключении сказать. Даже если, когда вы не контролите звонки, но вы просто такой вышли и сказали, допустим, вы босс, мы сегодняшнего дня контроль, мы слушаем звонки, контролируем, не то, что слушаем, контролируем. Да, и если у вас есть еще конверсию, вы считаете, и она считается автоматически, да, то вы увидите плюс три ни с того, ни с сего. То есть вы ничего не делали, просто сказали. Если вы начнете хотя бы иногда прослушивать, да, ждите чуть-чуть увеличения, но не постоянного, если они поймут, что вы этого ничего не делаете. Поэтому контрольте, покупайте машины, ремонтируйте, не оставляйте меня без работы. Что, не уснули? Можно, да? Татьяна, я так понимаю, вы же работаете с несколькими компаниями одновременно, то есть сейчас же как это… Конечно, конечно, конечно. Да, и мне интересен именно вот элемент контроля. То есть, например, у вас пол, там, 10 одновременно клиентов, вы первично, например, знакомитесь с клиентами, проводите аудит, вот эти методики выявляете какие-то, по показателям, да, какие-то проблемы, точки, а потом аудируете с какой-то регулярностью эти компании, но как выстраиваются отношения с каким-то сотрудником ответственным внутри компании, да, вы… Если назначается какой-то отдельный сотрудник, который проводит… Что дальнейшее происходит? Как дальнейшее? После обучения, вот два месяца я обучила? Обучение, аудита, внедрение, то есть 10 же клиентов, их может быть больше дальше одновременно, но что остается после вас, например, да, и как вот эта работа замыкается внутри компании, то потом контролирует… Какое было ТЗ, да, что останется после меня? Как правило, остается, да, все схемы разговоров, остаются, ну, наработанные, там, подкасты, записи разговоров и, самое главное, остается чек-лист, если, да, потому что моя, как сказать, классификация не позволяет низко опускаться до прослушивания звонков и вот ставить галочек либо баллы, да, я считаю, это прямо вот низко можно любого человека нанять, да, и объяснить. Да, будет некий чек-лист, где я обязательно уберу вот это вежливое, у него был вежливый голос, ну, это вообще вот бред иногда, я смотрю, какой вежливый голос, особенно в автосервисе, там вы вообще слышали вежливый голос, да, вот, там его никогда иногда не бывает, вот, остается после меня вот это все. Но дальше, в дальнейшем, да, смотрите, после двух месяцев эффект снижается, то есть это вот как спорт, если ты позанимался-позанимался, да, и если ты потом, ну, не занимаешься два месяца, у тебя эффекта не будет, правильно? И тут то же самое. Да, конечно, оно все снижается. И дальше идут поддерживающие занятия, но это все дальше зависит от руководителя, да, где мы раз в месяц занимаемся, либо если очень сильно большой состав, да, то раз в неделю, но с разными группами, потому что автосервисы очень сильно есть большие, о которых, ну, как-то, как обычный обыватель, вы, возможно, даже не знаете, что у него столько филиала. Да, да, я понял, понял. Спасибо. Маленький вопросик. Подскажите, какие инструменты именно цифровые вы используете для контроля? Не знаю, может быть, софтверный, хардверный или просто какие-то методики более глубокие, что применить, чтобы вы не отслушивали все звонки, которые есть. По какому правилу вы выбираете, кроме вот этих трех групп? Что, меньше минуты? Там есть очень много правил, все зависит от того, какая у меня компания. Сергей просто попросил, Таня, расскажи, пожалуйста, для малого бизнеса, где, я вот, наверное, вот это не сказала, где до 100 входящих звонков в день. Там, где колл-центр большой, там, понятно, не отслушиваются звонки, там отслушиваются группы, у них цели есть. То есть колл-центр не фигачит всем вот все одно. Они вот все равно, чтобы они не выгорали, им меняют цели. Три часа они звонят туда, три часа они по этому звонят, три часа по этому. И колл-центры, как правило, смотрят, где падает конверсия и берется вот этот пул на обучение. То есть мы берем только вот эту. Ну а там три часа только. А может быть, Иван спрашивал о том, чем вы пользуетесь, кроме Excel-ки, условно говоря. А, слушайте. Да, это более широкий вопрос. Просто я думаю, пиарить там каких-то определенных вендоров. Нет, нет, но что значит пиарить? Я совершенно не против то, чтобы здесь упоминались названия брендов того, что реально работает. Если Татьяна что-то назовет, а это реально кому-то поможет, ради бога, у нас тут не телевизор, у нас тут не будет ничего запикиваться. Вот, поэтому вот. Я работала, слушайте, речевой аналитики, на самом деле, я бы с удовольствием бы поработала на такой хороший. Да, вот если у кого есть проект, я бы просто вот зашла, чтобы протестировать. Да, и еще, чтобы это был такой вот город, где есть разная дикция. С удовольствием бы зашла в этот проект. Но на самом деле у меня их не так сильно много. Всего лишь один был проект по речевой аналитике. У меня нет возможности сказать, кто это. У меня договор о кондициональной информации. И были роботы. Я правильно понимаю, что каких-то технологических инструментов для своей работы вы не используете? Да, я прихожу. Самое главное загрузить в голову все это? Нет, смотря что оснащенность автосервиса. Вы понимаете, я же не прихожу, не ставлю свое, не развертываю свое. Нет, ну очевидно, что у них есть своя телефония. Иногда это просто обнять и плакать, потому что кто-то неправильно составил ТЗ, кто-то ему сделал. И начинается, а почему они тебе вот это сделали? И начинается, помоги мне, объясни мне. Понятно. Да. Окей, спасибо. Я, наверное, не так ответила, как вы хотели. Да, ну вот что-то. Да. Так я, насколько понял, что каких-то инструментов, кроме как статистика, из которой можно получить данные о звонках, плюс дедуктивный метод и общение с людьми, его не существует. Вот конкретно вот и Татьяна именно рассказала про свой подход, как она… Ну не так особо, да, у всех разная интеграция с разными CRM-системами. Да, иногда я не захожу в CRM-системы, иногда мне просто нужна только одна телефония, мне вообще их CRM-система не нужна. Да, иногда они ее туда просто не допускают. Все по-разному. И если, ну как бы, если просто смотреть на бизнес, кажется, ну что такого, что они не могут это сделать? Ну не могут. Был, да, мне понравилось. Очень было очень легко контролировать, потому что ты именно эти слова, то есть в скрипте или в схеме разговора я выделяю какие-то ключевые слова, которые менеджер должен сказать. Например, да, давайте я вас запишу. Именно вот так он должен сказать, не по-другому. И если… и все, я его вбиваю, это слово, и мне показывается, где. Либо я знаю какое-то слово, например, вот эти речевые иглисты, я его вбиваю, и мне показывают количество этих звонков. Вот. Это удобно, конечно. Да. Но иногда есть автосервисы, у которых ставим только телефонию в 2020 году. Это обнять и плакать для меня. Но ничего, стремлюсь, делаем. Добрый день. Да, добрый день. У меня вопрос такой. Вы тренируете на общение с мужчинами. Мне бы интересовало, вот у меня есть это, что нужно сказать, какие волшебные слова должна сказать девушка-приемщику, чтобы ее обслужили нормально, то есть машину отремонтировали хорошо. Еще раз. У вас есть девушка. Это дочь. Дочь. Да. Она ездит, тоже ремонтирует машины. Она у нас занимается ремонтом. А вы тренируете своих менеджеров и всех на общение с мужчинами? Нет, я мужчин тренирую. Там, как правило, мужчины. Да, и, конечно, нет. Но все равно мужчины с мужчинами. А девушки? Нет, мужчины с девушками. Очень трудно, понимаете, сейчас перевоспитывать мужчин и говорить о том, что девушки тоже понимают. То есть волшебных слов никаких нет. Нет, волшебных. Чтобы она должна сказать? Да. Хорошо. Может быть, да, поможет вам моя фамилия. Ну а что еще делать? Скажите, что делать. Смотрите, видите мой телеграм-канал? Вдруг вас плохо обслужат. Или вы куда-то заходите? Пишите. Пишите. Либо смена. Я бы не хотела сказать, что ремонтнику к механику вы имеете в виду? Ну это неправильно по бизнес-процессу. Да, ага. Да? Ну шепните, кто это. Шепните, шепните мне в телеграм. Может, я вам помогу. Так и сделаем мир лучше. Очень хороший доказатель. Спасибо большое. Очень классно. Листите, да? Нет, на самом деле мне понравилось. Тем более, что мы с вами в телеграме-то переписывались. Роман гуляет проект. А-а. Да, да, да. Это тоже раз фамилия сказала, я сразу раз. Вот, да. А у меня, смотрите, тут вы обмолвились про те проекты, где хочется сидеть и плакать. Вы пришли к клиенту, там аналоговая телефония или мобильники. Что делаете в этом случае? Ну, у меня есть некоторый райдер, да, где я приду туда, где, ну, хотя бы хоть какую-то надо поставить телефонию. Хоть что-то там вот. Ну, в смысле, вы им предлагаете сделать IP-телефонию и потом кого-то подтягиваете или чего? Предлагают выполнить райдер. Как? Да. А что вы хотите этим вопросом, чтобы я вам сказала? Себя хотите предложить? Да. Вы знаете, что… Меркантинный вопрос. Я не знаю, это надо все обсуждать, и я так не готова вам ничего ответить. Ну, по-моему, исчерпывающий ответ. Как бы, кто не понял, тот поймет, как говорится. Спасибо. А Сергей сам говорил, что его интересуют только две стороны в этом. Это процент, правильно же? Все же было? Не меня, а моих менеджеров. Они же за маржур работают. Моих менеджеров тоже это будет интересовать. Отличный подход. Вот это я и хотел услышать. Спасибо. Зато прозрачные, честные отношения, а не вот это вот давайте вот так, вот давайте вот так. Все совершенно честно. Татьяна, это был очень яркий доклад, и мой вокабуляр сегодня пополнился речевыми глистами. Это слово дня, можно сказать. Было супер. Давайте похлопаем. А вы выберите, какой вопрос вам больше всего понравился. Слушай, я от волнения ничего не помню. Напоминаю. Абсолютно стандартная история. Ну, первое это, типа, давайте дружить и работать вместе. Нет, еще из-за этого я должна давать? Нет, точно нет. Так, следующий вопрос был про Рено, который сразу переключает на механиков, которые там включат. Я помогу. Вот, ага. Так, вопрос был про технологии, которыми вы пользуетесь. Засыпал, да, который? Да. Мы тоже отметаем. И что еще там остается? А, во, вот это хорошо. Мне всегда интересно, что останется после меня. Да. Кто это был? Ну, Алексей, надо тебя лишить доступа к микрофону, иначе ты просто под тяжестью тех подарков, которые ты сегодня заберешь, судя по всему, до дома не доедешь. Так, что же там за циферка? Цифра 40. Давайте поищем. 40. О, роутер и микротик. Да, наверное, ты постоянно мечтал о нем. И вот он достался тебе от компании на Nike. Носи на здоровье. Один короткий вопрос, не претендуя. Есть ли клиенты, от которых вы бы отказались выдувать? Может быть, какой-то принцип, вот как у Алексея, Сергея. Есть, надо рассказать? Чуть-чуть, что это за клиенты. Первое, я всегда сужу по руководителю. То есть, когда поступает ТЗ, если я понимаю о том, что руководитель, ну, по моим параметрам, я с ним не сработаюсь, да, то есть у меня должно быть три пункта, и два должно сойтись. Мне нравится директор, с ним интересно работать, это интересный проект. А второе – это деньги. Вот, и третье, вот прям интересно. Все, если два пункта какие-то сошлось, то я буду. Если только один, то нет. Ну, это вот если вкратце. А вообще только на директора смотрю. Если он адекватный и перед обучением он все сделал, да, выполнил вот этот мой райдер, да, перед обучением, что надо поговорить с сотрудниками, что я не буду заходить как… Ну, типа, иногда бывает такое, она вам там все расскажет, ну, как-нибудь, ну, типа, они впихнули, типа, как в детский сад, да. Да, как-нибудь, да, вы сами их научите, да, и дверь еще захлопнул. То есть обязательно присутствие директора. Если директора нету на занятии два раза, то практически ничем не помогу. Все начинается с головы. И от меня заключительный вопрос. А если в дальнейших амбициозных планах перейти как бы на другую, так скажем, ступеньку и не обучать самих там мастеров, а обучать людей, которые будут обучать сотрудников, то есть масштабировать свое знание, свой опыт уже не в рамках автосервисов каких-то и лично, а занимаясь обучением таких же людей, которые, как вы, смогут также приносить пользу в компании, где они работают. Наверное, надо было меня с этим вопросом пригласить на горячее кресло, да, мы бы по это пообсуждали. Вот, я не знаю, как, вот так вот сейчас быстро, вообще идея хорошая, да, но тогда вот на следующее горячее кресло зовите, чтобы мне помогли, как это сделать. Все, тогда следующее горячее кресло забронировано, никто не тешит и себя иллюзиями.